Следующий выступающий брат Мухаммад Хоблас. Он из Австралии. Уверен, что многие из вас уже знают его. Уже слышали его в мечети Ар-Рашид. Машаллах. Многие из вас впечатлены его выступлениями. Он живет в Австралии. Работает с Шади Сулейман. Шейх Шади Сулейман в том году приезжал. Приходил в нашу мечеть Рашид. Так что с ним вы уже знакомы. Так вот, он работает и учится с шейхом Шади Сулейманом. Он очень активен в объединенной ассоциации мусульман. И очень активный вообще, в целом, на поле призыва к исламу. У него много вдохновляющих лекций. Уверен, многие из вас слышали их. Иншаллах, если они у вас есть, как только придете домой, можете послушать. Без дальнейших промедлений, иншаллах, представляю брата Мухаммада Хобласа. Включен? Теперь включен. Ассаляму алейкуму рахматуллах. Хотел бы поблагодарить всех братьев и тех, кто помог мне прилететь. Пусть Аллах Пречистон Всевышний наградит вас. Мне очень нравится здесь находиться. У вас прекрасная община. И это не лесть. Я это говорю на самом деле, искренне. Честно говоря, вот домой приезжаю и немного завидую, что у нас не так, как у вас. Пусть Аллах Пречистон Всевышний благословит вас и добавит вам. С именем Аллаха хвала Аллаху. Мир и благословение посланнику Аллаха. Мы восхваляем Аллаха Всемогущего и Великого, Царя Наделяющего, Создателя Семи Небес и Земель. И мы посылаем мир и благословение его любимому посланнику Мухаммаду, саллиллаху алейкум ассалям. Братья и сестры, поговорим о семерых, кого укроет Аллах в тени своего трона в судный день. Об этом сказал пророк. Это достоверно передано от него. Это уникальный хадис, в котором пророк, саллиллаху алейкум ассалям, рассказывает нам о семерых категориях людей, которые будут укрыты в тени в тот день, когда не будет другой тени, кроме тени трона Аллаха. Многие из вас обычно, когда хадис слышат, думают, было бы классно оказаться одним из семи. Круто было бы. А вот бы оказаться среди этих семерых. Если получилось, класс. Если не выйдет, Аллах прощающий, милосердный. Мои братья и сестры, разрешите? Я покажу это под другим углом. Можно, да? С другой стороны показать. Я бы хотел, чтобы, слушая, вы включили ваше сердце и ваше воображение. Как делаете, когда кино смотрите? Наверняка же было такое. Видите в кино дом? Большой, красивый, с бассейном, у воды. И вы думаете, вот бы мне там жить. Так что я хочу, чтобы вы, иншаллах, когда я буду говорить, действительно искренне, сердцем и разумом очень глубоко подумали над сказанным. И представляете это? Ведь то, о чем я скажу, это реальность. Братья и сестры, грядет реальность, называемая Судный день. Этот день приближается. Мои братья, пророк Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, сказал нам о Судном дне, что он длится будет 50 тысяч лет. Сколько? 50 тысяч лет. И Аллах Всемогущий и Велик сказал нам, что день у него равняется тысяче дней, потому как считаем мы. Вот представьте, грядет день длительностью 50 тысяч лет. И это далеко не погожий день. Ведь пророк Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, сказал нам в достоверном хадисе. Пожалуйста, братья, не отвлекайтесь над тех, кто входит и выходит. Пожалуйста, сосредоточьтесь на лекции. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, сказал нам в достоверном хадисе. Он сказал, что солнце в тот день будет над головой на расстоянии мили. В миле над головой. Сподвижник, который передавал этот хадис, сказал, я не понял, что имел в виду посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям. Пророк имел в виду милю в плане расстояния, или он имел в виду предмет. Вот арабы, чтобы глаза подводить, используют палочку маленькую, она называется миль. Они глаза ей подводят. И вот сподвижник и говорит, я не знаю, что имел в виду посланник Аллаха. Расстояние в милю, или вот эту маленькую палочку. Представьте день длиною 50 тысяч лет, и солнце в миле от головы. в миле. И пророк Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, сказал своей жене Айше, да буди доволен ею Аллах. В судный день люди будут стоять ногими, босыми и необрезанными. Айша удивилась, да буди доволен ею Аллах. О, пророк Аллаха говорит, ты говоришь мне, что я буду стоять на Гая, и мужчины смогут смотреть на меня, и я буду видеть их? Говорит, да, Айша. Но день тот будет настолько суров, что людям будет не до этого. Когда машину ты ведешь, а, брат? Поглядываешь на девчонок? Так вот, представьте, в тот день, все перед всеми будут ногими, но не до этого будет. Аллах, всемогущий и велик, говорит в Коране, в судный день мать будет убегать от своего ребенка, отец будет убегать от него, жена будет убегать, дети, друзья. Можете представить? В тот день будут люди, от которых будут убегать все, кого они любили, кем они дорожили. Аллах говорит, в тот день у беременной случится выкидыш, настолько суровым будет судный день. Кормящая мать забудет того, кого она кормила. Младенцы поседеют от ужаса в судный день. Мои братья и сестры, это не шутка. Судный день — это не курорт. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, сказал, люди, в соответствии с их грехами, будут стоять в собственном поту. Кто-то по лодыжке, кто-то по колено, кто-то по пояс, кто-то по грудь, а кто-то будет утопать в своем поту. Суматоха! Люди будут потерянными. Аллах всемогущен и велик говорит, в тот день ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны. Аллах говорит, но они не будут пьяны. Это из-за тяжких мучений от Аллаха. Люди будут так напуганы. Представьте этот день. И не надо думать, что будет вот так, типа, по порядку, ангелы. Будут людям указывать, а, извините, вы мусульманин из Канады? Пожалуйста, вам сюда, иншаллаху та аля. Здесь проходите, пятая дверь справа. Нет-нет-нет, суматоха! Сумятица! Толпы людей напуганы, потеряны, растеряны. Люди не знают, что делать. Не знают, что делать. Представьте эту жару. Вам, ребят, походу, жарко не было. Но мне, поверьте, я 50 градусов чувствовал. Я чувствовал жару 50 градусов. Иной раз под солнцем стоишь 10-15 минут. Раздражает. О, Аллах, жарко-то как. В машину бы зайти, в тенёк бы зайти. А в судный день, какой там солнышко печёт? Оно в миле над головой. Идти некуда. И представьте, в судный день, во всей этой суматохе, Аллах укроет в тени 7 категорий людей. Вот некоторые не ощущают ценности этого. Сколько людей здесь? 300-400 где-то. Простой пример приведу. Кто-то заходит, говорит, эй, ребят, классные новости! 400 человек в зале. У нас подарки только для 200. Уже улыбайтесь. Уже прочувствовали. Хотя пример-то пустяковый был. Но что-то в сердце вам сказало. Вот бы среди этих 200 оказаться. А теперь представьте. Брат говорит. Махмуд, Ахмад. Халид, Хусейн. Али, Халид. Выйдите вперёд. Хадиджа. Фатыма. Зейна, пожалуйста, выйдите вперёд. Вот такой пример вам. А человек, имя которого не называют, тревожатся, типа, эй, а чё моё ты имя не называют? Меня почему не называют? Даже в таком пустяковом примере. Ну какой подарок вам могут сделать? Ну долларов 20, потратите их в супермаркете. Ну и чё дальше? А представьте, в судный день Аллах укроет в тени семь категорий людей. А ты не один из них. Представьте, в судный день всемогущий, великий Аллах позовёт Халида, Мухаммада, Мустафу, Беляля. А тебя не позовёт. Я стою под солнцем. Аллах скажет, Халид и Ахмад, подойдите. Зайдите под тень моего трона. Сегодня, когда нет другой тени, кроме этой тени. Какая честь. Не относитесь к этому легкомысленно, братья. И не думайте, что показаться из этих семи категорий. Надо быть большим шейхом, лет 50 пробыть им. Нет. Одна категория, один из этих семи, которые будут укрыты в тени. Знаете, кто это будет? Два человека, которые любили друг друга только ради Аллаха, и не по каким другим причинам. Некоторые подумают, так это же я, я всех вокруг люблю. Вот так, значит, ну всё, ребят, пакуем вещи, к судному дню готов. Точно я буду среди них. Погодите, не так всё просто тут. Любить кого-то, братья и сёстры, любить кого-то чисто ради Аллаха, и больше не из-за чего. Это одно из самых почётных положений. Настолько большая честь. Смотрите. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, что Всевышний Аллах воззовёт в судный день. Ещё раз. Аллах воззовёт в судный день. Скажет, где те, которые любили друг друга только ради меня? Исключительно ради меня. Сегодня они окажутся под тенью моего трона, когда не будет. Другой тени, кроме этой тени. Аллах позовёт их. Где те, которые любят друг друга только ради Аллаха, величайшей любовью? Исключительно ради причистого Всевышнего Аллаха. В этой земной жизни мы любим друзей, которые приносят нам какую-то выгоду. Мы дружим из корыстных целей. Сегодня многие любят только из-за выгоды. Я окружаю себя теми людьми, от которых я знаю, что получу пользу, так или иначе. Если я буду дружить вот с ним, он поможет, если чё, его уважают на районе. Большой бандит. Если я буду с ним, и об этом будут знать, что я тусуюсь с ним, люди побоятся мне чё-нибудь сделать. Никто самой шутить не будет. Иной раз люди терпеть друг друга не могут. Ни один, ни другой. Но тем не менее общаются друг с другом, потому что друг от друга получают какую-то пользу. Иной раз есть друг, в котором тебе ничего не нравится, но у тебя машина, и у него машина, и вы катаетесь. Дружим ради выгоды. Редко, очень редко находятся те, кто любит друг друга только ради Аллаха. И вот этой любви Всевышний Аллах хочет от нас. И это та любовь, которая, если бы была в нашей общине сегодня, мы были бы совсем в другом положении. Послушайте, что Пророк, салли Аллаху, алейхи ассалям, говорит. Твой Пророк обращается к тебе. Он говорит, клянусь тем, в чьей руке моя душа. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи ассалям, Аллахом клянется. Скажите, Мухаммад, салли Аллаху, алейхи ассалям, обязан клясться? Вот я спрашиваю, посланник Аллаха обязан говорить? Клянусь Аллахом, обязан он? И когда он клянется Аллахом, что это значит? это значит мол я скажу вам что-то очень важное он сказал никто я подчеркиваю никто из вас не войдет в рай пока не уверует пока у вас не будет имана веры не станет ваша вера совершенной пока не будете желать брату того что желаете себе знаете что это значит раздражает тебя брат например в мечеть который приходит запахом неприятно казалось бы он что душ принять не может или раздражающий родственник который поболтать любит думаешь когда же ты замолчишь-то хоть на минуту мухаммад сказал пока не будете желать брату того чего желаете себе я рая желаю на и высшего причем фердауса хочу в раю рядом с мухаммадом быть саляллаху алейхиусалям я и брату всего этого должен желать а пока не будет желать у тебя никогда не будет совершенной веры сегодня если ты ливанец заботишься о ливанцах может в вашем обществе не так я вам расскажу о сиднее разделяют там по нации буду заботиться о людях со своей области а тех кто ко мне близок а тех кто живет под моей крышей а другие далеко которые да какая разница попадут они в рай не попадут подумаешь чё тут такого особенного нет посланник аллах сказал ваша вера не будет совершенной пока не полюбите для брата того что любите для себя вот эта шпана которая наркотой банчит на улице его ахмат зовут или мухаммад пока не будешь ему рая желать также как желаешь рая своей дочери сыну своему матери отцу пока не будешь ему желать того чего себе желаешь у тебя не будет совершенной веры не будет ли у вас и пророк сказал нечто интересное говорит не указать ли вам на то что если вы будете делать это вы полюбите друг друга сподвижники говорят да пророк аллаха скажи говорит желайте мира друг другу ассаляму алейкум говорите посланник аллаха сказал улыбка своему брату или если сестра улыбнется сестре вы знали сестры такие сразу вы знали что улыбнуться в лицо брата это милостыня я увидел твою улыбку правда же это особенное что-то думаю вы понимаете меня а теперь я хочу чтобы вы сейчас встали и каждый дал салям тому кого не знает иншаллаху то аля встаньте все пожалуйста и сестры тоже улыбнитесь в лицо человеку поприветствуйте и обнимите прочувствовали вот я на самом деле искренне спрашиваю вы почувствовали как вам ощущение мои братья и сестры изменения это не всегда что-то глобальное это может быть просто улыбка улыбнуться в лицо брату протянуть теплую ладонь любите друг друга исключительно ради аллаха всемогущ он и велик пророк мухаммад саллаху алейхи вассалям рассказал нам что был человек который покинул свой город чтобы навестить своего брата и пошел в другой город вот смотрите да я не говорю о том кто сражался бы в битве нет 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 я вам не говорю о пророке аллаха о каком-то приближенном к аллаху имя этого человека даже не упоминается в хадисе даже имя не говорится просто говорится человек просто человек вышел из своего дома просто человек из своего города пошел в другой по одной лишь причине встретиться со своим братом вот разве в этом есть что-то особенное что такого-то кто-то вышел из дома к кому-то сходить ну и чё это в ваших глазах ну и чё но у него в сердце кое-что было вот послушайте и всемогущий великий аллах отправил ангела с неба чтобы он поговорил с этим человеком говорит куда ты идешь казалось бы да что такого один человек идет к другому человек говорит к брату иду ангел спрашивает а что заставило тебя пойти к нему имея в виду дескать он должен тебе что-то ты долг вернуть хочешь вот многие из нас сегодня не говорю что все так как это было например у меня по себе говорю мы в такой среде выросли если он навещает я навещу список был если я дважды его навестил а он ни разу все этого человека я вычеркиваю на следующие 10 лет дважды если я к нему домой пришел а он не пришел ни разу ко мне вот так что ли надо относиться друг другу дашь на дашь и вот ангел спрашивает дескать у тебя дело к нему какое-то или что чтобы получить выгоду какую-то ты к нему направился он ему отвечает нет ничего человек говорит я иду к нему только ради аллаха и ангел говорит я посланник от аллаха аллах отправил меня сказать тебе что аллах любит тебя так же как ты любишь его смотрите как братья сестры хотите чтобы аллах вас любил любите только ради аллаха без выгоды только ради аллаха посланник аллах ассалям я хочу чтобы вы представили обстановку часто хадисы слышим но к сожалению из-за того что наши сердца так далеки от аллаха так наше естество испорчено что нам надо разжевать этот хадис чтоб прочувствовать его вкус представьте посланник аллах ассалям со сподвижниками самая величайшая община наши предки величайшая община Они жизнями жертвовали. Это люди, о которых Всевышний Аллах сказал в Коране. Представьте, Аллах при жизни их упомянул в Коране. Он сказал, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Так вот, представьте, посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в одном собрании. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, назвал десятерых. Десятерых. Назвал их поименно. Сказал, ты будешь в раю, ты будешь в раю, ты будешь в раю, ты будешь в раю. Десять обрадованных раем. Вот говорит с ними пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И знаете, что сказал? Говорит, в день воскрешения, день, о котором мы с вами говорили, говорит, в день суда, у некоторых будет такое положение, статус. От людей будут подниматься столбы света. Вот такое положение Аллах дарует некоторым людям. Сподвижники удивляются, Аллаху Акбар. В судный день люди будут нагими, напуганными, потерянными. И будут люди, от которых будет свет исходить. Сахабы, наверное, перешептываются друг с другом. Мол, кто это интересным будет? И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Некоторым будет даровано такое положение, которым позавидуют пророки и мученики. Что? Пророки и посланники? Шахиды? Мученики? Будут завидовать? Представьте, пророк чему-то завидует. Сахабы ждут. Ответа. Даже начало было уже неплохое. А теперь ты говоришь, что пророки и мученики будут завидовать положению вот этих людей. Они спрашивают. Кто это, о пророк Аллаха? Кто это? Кому будет даровано такое положение? Он говорит, Аллах такое положение даст двум людям, которые любили друг друга только ради Аллаха. Им будут дарованы вот эти столбы света. Вот этот нур. Это тем, кто друг друга любил только ради Аллаха. Представь, пророк в судный день будет завидовать твоему положению. Не пренебрегайте тем, чтобы любить друг друга только ради Аллаха. Это самая чистая любовь. Когда любишь, люби только ради Всевышнего Аллаха. И когда ненавидишь, ненавидь только ради Всевышнего Аллаха. Они за личное. Не ищи для себя что-то. Брат или сестра. Это творение Аллаха. Аллах создал его или ее. Смоделировал их. Он кормит их. Они верующие. 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 Знаете, что делает эту общину особенной? Любовь, которую сподвижники любили друг друга. Представьте, когда мекканцы переезжали в Медину. Когда жители Мекки в Медину мигрировали. Вот иной раз. Мы словами бросаемся, мол, да я... Будем реалистами. Мы утверждаем, что любим друг друга. Но если кто-то постучится к нам в дверь, скажет, брат, можно я сегодня переночую у тебя? Брат, тебе заранее предупредить надо было меня. Подожди, с женой поговорю. Надо мне с женой посоветоваться. С тем надо поговорить, с этим. Таким темпом до президента дойдет. Разговоры. Он говорит, да брат, мне просто переночевать надо. А сподвижники? Мединцы, когда ислам приняли, они не знали мекканских мусульман. Ничего не связывало их друг с другом. И когда мекканцы переехали в Медину, представьте, представьте, целая толпа людей приедет в твой город, они тебя никогда не видели, а ты их. Они о тебе ничего не знают, и ты о них ничего не знаешь. Но они мусульмане. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. В первый год, после переселения, пророк братал людей. Братал людей парами. Представьте, представьте, пророк Мухаммад говорит вам, Ахмад, подойди, пожалуйста. Ахмад, возьми, пожалуйста, Халида на попечение, иншаллах. Он теперь будет твоим братом и будет жить у тебя дома. А, извиняюсь, это кто? Халид? Кто это? Представьте. Сподвижники такими искренними были. Когда к Мединцу пришел переселенец, очень-очень известная история. Он привел его домой. Смотрите, какая искренность. Каким искренним он был. Переселенец из Мекки пришел к нему. Посланник Аллаха прикрепил его к нему, побратал их. Он его привел домой и сказал, напрямую. В общем, брат, смотри. Мединцы знают, что я один из богатейших людей Медины. Я разделил свой дом на две половины. Половину тебе, половину мне. У меня, говорит, брат, две жены. Выбирай, какая из них тебе больше нравится. Дам ей развод, и ты женишься. Вдумайтесь. Некоторые, может, и рады бы жену свою сплавить. Мол, сними с меня это бремя. С удовольствием разведусь. А Мединец этот сказал, выбирай, какая больше нравится. Выбирай, которая нравится. Вот любовь ради Аллаха. И Аллах сказал, что доволен переселенцами и теми, кто помог им. Аллах в Коране их упомянул. Мои братья и сестры, не буду затягивать свою речь. В общем, братья и сестры, любовь ради Аллаха самая чистая и великая любовь. Когда любишь, люби исключительно ради Аллаха, а не ради личного. Вот многие из вас, когда призывают к истине, вот реально бывает такое с теми, кто к истине призывает. Видим начинающего мусульманина, улыбаемся ему, такие приветливые с ним. Но за всем за этим, знаете, что стоит? Иной раз про себя мы думаем. Хоть бы он в нашу мечеть ходил. Хоть бы к нашему джамату присоединился. Это не искренняя улыбка. Искренняя улыбка. Это когда ты думаешь, я люблю тебя, брат. Не важно, в какую мечеть ты ходишь. Не важно, каких шейхов слушаешь. Ты говоришь, ля-лях и ля-ллах. Поэтому ты мой брат. Пророк Мухаммад, когда говорил об общине, какой он привел пример? Он сказал, пример моей общины, это как одно тело. Я вот услышал и подумал, почему, интересно, пророк не сказал, мы как одна семья. Потому что даже в семье бывают члены семьи, которые не нравятся, которыми пренебрегают. Не нравишься ты мне. Но когда вы одно тело, не смотришь же на руку, мол, ты мне не нравишься. Не нужна ты мне. Нет. Это и есть община. Мы как одно тело. Мы любим друг друга искренне ради Аллаха. И хоть мы и ненавидим, мы ненавидим не человека, нет. Я не тебя ненавижу. Ненавистны поступки твои. Так что, мои братья и сестры, давайте оживлять эту любовь, ради Аллаха. Давайте улыбаться в лицо наших братьев и сестер. Салям и давать. Пророк говорил, давайте салям тем, кого знаете и тем, кого не знаете. Один из признаков часа, один из признаков дня суда. Знаете какой? То, что салям буду давать только тем, кого знают. У нас в Сиднее сейчас как происходит? Даешь салям тому, кого не знаешь, брат поворачивается. Вы мне? Да, брат, тебе. Саляму алейкум. А, у алейкум ассалям. Мы знакомы? Не, брат, не знакомы. Просто салям даю. Давайте прекращать. А людям, которым трудно давать салям, это большой признак того, что в сердце у тебя высокомерие и гордыня. Ломай это. Знаешь, ты его не знаешь, земляк, он не земляк. Давайте салям друг другу. И это, иншаллах, распространит любовь. Просим Аллаха, чтобы он сделал нас из тех, кого Всевышний Аллах позовет в судный день и пригласит под тень своего трона в день, когда другой тени не будет, кроме тени трона. Заканчиваю свою речь. Последнее, что я хотел вам сказать. Машалла, вижу, сегодня полный зал. Полный зал. Мои братья и сестры, я вот лично, знаете, как думаю, это не из Корана и Суны, просто мои личные мысли. Я думаю, Всевышний Аллах не смотрит на начало гонки. Он смотрит, кто как финишировал. Так что сегодня, в первую ночь, вы пришли и думаете, ну вот, молодец, я пришел. Но если хотите максимум награды, вам нужно здесь находиться до конца всех выступлений. Думаю, таким людям Аллах Всемогущенный Велик даст максимум награды тем, кто дошел до финиша. Проявите любовь, завтра возьмите с собой кого-нибудь, пускай он тоже послушает и получит пользу, как ты получил. И знаете, даже если вам не понравилась вообще ни одна из лекций, даже если вам кажется, что вы не получили пользу ни от одной из них. Люблю эту цитату пророка и обещаю, после этого хадиса точно закончу. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, когда бы не собралась группа людей, чтобы поминать Аллаха, поистине, произойдет одна из четырех вещей. Пожалуйста, послушайте с открытым сердцем и разумом. Он сказал, когда бы не собралась группа людей помянуть Аллаха, как вы сейчас, братья и сестры. Пророк Мухаммад сказал в достоверном хадисе, точно случится одна из четырех этих вещей. Или все четыре. Он сказал, точно придут ангелы и присоединятся к этому собранию. Так что знайте сейчас в этом зале ангелы. Знайте это. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, они будут друг на друга вставать до самых небес. Вы, наверное, чувствуете себя как-то по-особенному. Чувствуете что-то такое в сердце, что не можете объяснить. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ангелы будут простирать крылья и на ваши плечи. И потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ангелы будут называть вас по имени перед Аллахом. И тогда Аллах, всемогущий и велик, назовет каждого из вас поименно. Представьте, Аллах называет вас по имени. Вот если президент завтра тебя назовет на конференции, на каком-то публичном собрании, президент тебя назовет по имени. Даже если тебе президент не нравится, ты скажешь, о, вы слышали это? Он мое имя назвал. Сразу друзей будете обзванивать. Типа, эй, вы эту передачу записали? Он мое имя сказал. Он мое имя только что сказал по телевизору. А я говорю не о президенте, а что Аллах назовет тебя по имени. Он по имени тебя назовет. Пророк Мухаммад сказал, он назовет твое имя. И потом Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, и с небес снизойдет спокойствие на ваше сердце. Спокойствие, которое вы чувствуете. Вот это умиротворение сейчас. Клянусь Аллахом, это не от имамов, которых вы слушали. Это не от самой лекции. Это сам Всевышний Аллах низвел спокойствие на ваше сердце. И последнее. Посланник Аллаха сказал в конце собрания, когда вы начнете расходиться. Пророк Мухаммад сказал Всевышний, Аллах простит все ваши грехи. Аллах простит все ваши грехи. Вот зачем надо посещать такие собрания. За этим надо прийти завтра и послезавтра, и привезти братьев и сестер. Знаете, что в хадисе мне нравится? Что один из ангелов, это достоверный хадис, один из ангелов говорит Аллаху, и это точно кто-то из этого зала. Гарантированно, кто-то есть в этом зале, кто входит в эту категорию. Один из ангелов говорит Аллаху, у Аллах в собрании есть тот, кто не хочет здесь находиться. Наверняка здесь есть люди, которые смотрят на часы, думают, о боже, когда же он замолчит уже, чтоб мы разошлись. По-любому кто-то есть такой сейчас здесь. Думает, боже, зачем я только на звонок ответил, зачем сел в машину, зачем я только вообще сюда пришел. И ангел говорит Аллаху об этом человеке, у Аллах, здесь в собрании, у кого нет намерения здесь находиться, не хочет тут быть. Аллах Всевышний говорит, я простил и его, или ее. Это наилучшие собрания, ходите на них, пусть Аллах нас простит и примет от нас. И пусть он укроет нас в тени трона своего, когда другой тени не будет. Да воздаст вам Аллах благо. О, Аллах, ты причистый, я восхваляю тебя, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме тебя. Прошу у тебя прощения и каюсь тебе. Прошу у тебя, пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...